Причина всего этого заключается в том, что в нужде человек не может быть адекватным. И самая большая любовь, как ни странно, самая большая нужда в этом мире, как ни странно, это любовь. Мы нуждаемся в любви больше всего на свете. Понимаете, мы готовы даже не дышать, но нам нужна любовь. Именно любовь очень глубокая, чистая, светлая, мы ее сильно хотим в этой жизни. И это главное для нас, я недавно старую знакомую песню услышал, я ее как бы и раньше слышал, но слова не всегда входят сразу. И тут я бац и понял смысл про эту тему, что любовь это самая большая ценность в жизни человека. И поэтому из-за этого конфликты, потому что мы понимаем, что человек никогда нам не даст то, что мы ждем от него. А ждем мы это от него, потому что мы это уже получаем от Бога, но мы этого не знаем. Это все на подсознательном уровне происходит, потому что Бог в этом мире себя нам не открывает. То есть мы думаем, что мы это с самим собой, я со своим внутренним миром общаюсь, а вы не с внутренним миром общаетесь, а с Богом. Но эти отношения с внутренним миром очень заивные, деликатные и наполненные любовью. Понимаете, и поэтому мы говорим, мы больше всего любим самого себя, мы больше всего любим Бога на самом деле на свете. Но просто мы этого не знаем, это скрыто от наших глаз, это подсознание. Вот. И мы эти отношения с Богом переносим на человек, но Бог от нас ничего не ждет. Понимаете, Он просто нас любит и все, дает нам возможность жить как мы хотим. Ничего не ждет от нас. А близкий человек-то ждет. И Он не Бог, Он не полон знания, самоконтроля, отречения и так далее. Он не полный, мы не полные. И поэтому мы ждем от человека, а Он не может нам дать этого. Потому что Он не полный, Он не наполненный, Он такой сильный, как Бог. А мы хотим именно таких отношений с Ним. Поэтому расстраиваемся, печалимся. А надо просто понять, что любовь между мужчиной и женщиной, это не награда. Как некоторые хотят. Вот мы влюбились, там, ааа, классно, все, получили награду. И человек думает, что всю жизнь это будет так. Нет. Любовь между мужчиной и женщиной, это не награда. Это просто труд. Понимаете? Труд. Ежедневный труд, в котором ты можешь получать маленькие победы и будь счастливым этими победами. Небольшими. Если ты согласен с такой жизнью. Если ты не согласен, тогда вот как у девушки. Получил супер жену. Получил супер сына. Доброго, хорошего человека сына. Получил жену отличную. И так как она вот не поняла, как правильно себя с ним вести, что надо его больше воспитывать, как бы дистанцироваться от него, а не одаривать его лаской и теплом, там, из океана любви. Вот. Не поняла, как правильно. Он, как бы, почувствовал, что у него чувства пропали. Ну, она перетянула, чувства пропали. И в результате нашелся дурочку. Вот просто дурочку какую-то. Вот реально. От хорошей девушки ушел, и хорошего сына будущего. Гуд, дурочки просто. Ну, она, конечно, потом тоже лекции, когда начнет слушать, станет поумнее, раскается. Я думаю, так и будет со временем. Вот. А сейчас она просто вот так глупо очень поступила. Оторвала человека от его семьи. И вот, ну, хорошей семьи. Причина. Вот такая неправильное представление у нас об этом, обо всем. Один человек в иллюзию попал, что любовь – это награда. Надо наслаждаться любовью. И поэтому нашелся и награду, так сказать, в кавычках. Он наслаждается сейчас пару месяцев, поймет, что за награда. Вот. А другой человек понял, что любовь – это сплошное самопожертвование. Надо сгорать, как бы отдавать себя, жертвовать и не смотреть на реакцию. Не смотреть, что дальше будет. Ну, тоже неправильно. Ну, то есть, любовь – это не награда, не самопожертвование. Это труд. Труд, в котором человек должен учиться быть разумным. Разумным. Вести себя аккуратно, деликатно, принимать, терпеть, прощать. Понимать, что вот это вот деликатное отношение, доброе, спокойное, всегда воспитывает человека. Если ты выдержал эту грань, деликатное, спокойное, доброе, значит, что будет дальше? Он будет меняться к лучшему. Не выдержал эту грань, пошел, как бы, ва-банк, все будет рушиться, все будет хуже только. Ну, то есть, надо грань всегда выдерживать, надо пытаться принимать. И если трудно принять, он вообще, ну, вообще, как бы, вот уже совсем, значит, тогда такова. Судьба, значит, ты сам то же самое делал в прошлом. Надо чуть-чуть отодвинуться, помолиться и принять все равно, и опять строить эти отношения. Вот так вот. Ну, то есть, если этого не делать, то все разрушится. Нельзя позволять себе входить в состояние принципа вот этого, разрушающего все. Типа, раз ты меня не понимаешь, значит, гори все синим пламенем. Это неправильное мышление. Представьте, какая сила нами движет, что мы входим в такой сильный конфликт. Как мы сильно хотим чистоты отношений, чистой любви, чистого счастья, что мы ругаемся бесперерывно с близким человеком. Это все из-за того, что мы путаем, думаем, что нам нужна награду, а на самом деле есть только один вариант в этом мире жить. Это любовь как труд и как учеба. Как учеба, как труд и как учеба и как вызов моей судьбы. Потому что через эту же любовь еще и судьба действует. То есть, эти события, которые происходят со мной через близкого человека, это я сам когда-то делал этот вызов серьезный. То есть, если Бог говорит, ну-ка давай научись любить еще в этой ситуации, в которой ты сам создал в прошлой жизни. Ну-ка теперь вытерпи сам все это, понимаете? А все начинается у нас вот с этого вот желания, вот этой чистоты, любви, сильного в сердце, которое живет. В этом противоречие заключается.